всем привет ни с кем не буду спорить никого не хочу обидеть скажу только одно что вот эту пластинку the beatles под названием plis plis me которая вышла в 1963 году лучше слушать в моно версии как она была записана в моно версии вот у меня здесь моно версии целая коробулька вот такая красивая вот все практически альбомы beatles моно вы скажете в чем разница спросите я скажу что разница огромная между моно и стерео и в случае beatles она как раз в сторону моно склоняется со знаком плюс потому что plis plis me записан на двухдорожечный магнитофон и когда делали стерео версию были разделены голоса в одном месте барабаны в другом месте и картинка вся как бы она стерео звучала но музыка сама разваливается у меня есть и стерео и моно какие хотите варианты послушать не сложно и сравнить все привыкли конечно к стереозвучанию plis plis me но поверьте мне что в моно картинка складывается в такую пачку мощнейшую и музыка просто пробивает прижимает пробивает при этом читается все здорово все на местах все круто что еще я могу сказать по поводу этого альбома могу сказать что это один моих самых любимых альбомов в рок-музыке и как говорят про необитаемые острова вот если ты поедешь на необитаемый остров до 10 пластины которые ты возьмешь собой одна из них будет вот это точно хотя конечно все пластинки beatles на хочется взять с собой и слушать их поскольку рок-музыка это вот она и есть эти ребята сыграли все практически в рок-музыке и все направления все ответвления все приемы все уже в общем сыграно четырьмя замечательными музыкантами а также спета станцовано рассказано показано и так далее и тому подобное пластинка очень хорошая просто музыкально безотносительно имен регалий названий чего угодно она прекрасно музыкально она во-первых очень живая что бывает редко когда мы слушаем пластинка пластинка как правило что такое пластинка пластинка это не существующая музыка такой музыки в природе не существует которую мы слушаем с винила да или там с компакт-диска или с чего-то это студийная работа большая на сцене этого сделать как правило невозможно наложены бэк-вокалы все обработано заобработана куча инструментов добавлено пространство добавлено что-то еще 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 и этой музыки в принципе не существует она вся искусственная все что мы слышим это все искусственный продукт студийной магии вот это одна из немногих причем это касается и концертных альбомов потому что концертные альбомы в 99 процентов случаев в студии доводятся что-то дописывается что-то переписывается вокала подкладываются гитары равняются и все это особенно сейчас когда работа в студии происходит с помощью компьютеров это вообще сказка можно все что угодно выровнять все что угодно сделать есть один удивительный музыкант певец которого обожают миллионы по моему тяжелый рок поет и играет всем известная личность когда я слушаю его студийные записи мне просто смешно и грустно делается потому что настолько все это прорисовано я имею ввиду его вокал что господи зачем зачем это вообще нужно ничего живого здесь же все живое здесь все живое в живую сыгранная музыка за 9 часов записано 10 песен с несколькими дублями правда например песня даже the place с ней долбались артисты серьезно по моему 9 дублей было записано даже the place потому что сложно играть сложно играть и петь одновременно и так чтобы все это было чисто да еще так высококачественно как здесь качество исполнения оставляет просто позади многих-многих-многих-многих очень хорошо наслушался и начитался я удивительных историй про то что продюсер джордж мартин взял из говна и палок сделал популярную группу а брайан општайн вложил деньги в рекламу и понеслось 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 это настолько все далеко от истины это настолько на уровне бреда все находится что обсуждать это смешно и нелепо джордж мартин услышал группу битлз когда они играли в клубе каверн знаете такой да и совершенно одурел потому что мартин человек с музыкальным образованием с музыкальным слухом все понимающие все прочитывающие все видящие все чувствующие и он совершенно ошалел от качества игры от качества звучания от качества пения никому неизвестных но за исключением публики которая ходила по клубам парней он сказал что это надо записывать это будет очень круто я помогу я сделаю из этого большую хорошую пластинку но записывать нужно только в живую потому что вот этот драйв эта энергия эта честность исполнения группы битлз своих песен на концерте она не сравнится ни с чем ни с какой другой группой на тот момент времени да и потом собственно говоря тоже правда битлз довольно быстро прекратили концертную деятельность в силу того что увлеклись как раз студийными штуками и стали создавать несуществующую музыку но безумно красивую безумно красиво лучше всех наверное у них тогда это получалось и мартин организовал ну перед перед этим было выпущено четыре сингла правда уже сингл очень хорошо продавались и сингл это тоже были записаны после того как мартин все это услышал и увидел но запись альбома на его взгляд была единственно возможной в живом исполнении что он и сделал парни притащили с собой усилители свои собственные в студию и мои усилитель были абсолютно абсолютно раздолбаны без задних крышек в усилителях внутри всякие бумажки всякий мусор валялся записки от публики которые бросали девушки на сцену ну мартин с помощниками все это дело расставили подключили и стали записывать живьем прекрасную музыку а как битлз пели это отдельная история потому что кстати говоря если вы не знаете у битлз была грэмми по-моему единственная на самом деле грэмми была у битлз как лучшая вокальная группа круче бич бойс круче всех остальных тех кто поет группой как лучшая вокальная группа действительно очень здорово очень правильно очень точно очень чисто и и настолько настолько все по-разному у них песня это из то в хане например чужая да кавер версия но маккартни и спел так как но в пору там выходить на сцену вместе с франком синатра и с кем угодно с элэсом пресли с метрами вокала ставится ими в один ряд настолько эмоционально настолько прочувственно настолько чисто настолько осмысленно и такие возможности голоса так глубоко все это было спето здесь что просто прелесть остается только радоваться но все остальное одно лучше другого айсо хер стенден д который начинается в припо жорж мартин оставил вот это ванту припо обычно этого не делалось но чтобы передать ощущение концерта это ванту припо оставлено и в ломили сразу барабаны гитары сразу просто вас такого не было в англии такого не было в англии был крик клифф ричард и группа shadows очень прилизано очень тоже вроде бы быстро громко но очень политкорректно очень заискивающий перед публикой а здесь просто хулиганство настоящее хулиганство на высококачественно исполненное такое музыкальное хулиганство высочайшего уровня музыкальности но возможность сыграть хорошую музыку сложную мелодически закрученную мелодически выстроенную гармонически выстроенную выстроенную не похожим на других практически классические какие-то построения гармонические и при этом по-хулигански при этом отвязано молодые ребята здоровые сексуальные которые хотят знакомиться с девчонками выпивать в кабаках гулять по улице веселиться развлекаться какие-нибудь мальчики с гитарами the shadows при всем уважении или там the ventures в америке все по-другому все не так это рок-н-ролл это настоящий рок-н-ролл и twist and shout последняя песня это воплощение рок-музыки как таковой как ее спел леннон это последняя запись на сессии была потому что джон леннон срывал голос всегда когда исполнял twist and shout но это стоит того потому что результат получается вот рок-музыка как она есть если вы спросите что такое рок-музыка это исполнение леннона песни twist and shout но так же как и всей группы собственно говоря с безумными барабанами ринга стара который здесь отвязывается по полной кстати он говорил что на бочке не было микрофона и бочку плохо слышно да действительно бочку плохо слышно на пластинке на переизданиях у меня переиздание вот и даже beatles in mono вот это моно коробка это тоже переиздание потому что у меня нет не настолько богат чтобы платить 200 тысяч рублей за моно оригинал плиз-плизме я лучше куплю побольше пластинок за эти 200 тысяч рублей вот и бочку плохо слышно что очень жаль она она вытянута на переизданиях она вытянутая она все-таки присутствует но манера игры игры ринга стара отличалась от манер всех остальных барабанщиков мира наверное странных тем что он молотил в бочку как ошалевший просто это был тот самый тяжелый рок который потом стал хард-роком потому что вот этого бочечного звучания в принципе не было в джазе да но это в общем достаточно достаточно локально с бочкой на 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 соло когда барабанная выходит история а так чтобы отсчитывать четверти молотить в бочку это по крайней мере в эстрадной музыке будем называть это пока эстрадной музыкой пока не стала еще рок-музыка хотя бы отсюда пошла рок-музыку вот этого не было бы и очень жаль что бочка немножко здесь проваливается но зато он спел песню бойс ринга стар так неистова так хард-рокова именно по подаче по драйву по отношению к публике к микрофону в которой он пел одновременно играл на ударных и пел потому что не было там наложений так что записали болванку записали bas с барабанами как это сейчас делается уныло все достаточно записали баланс барабанами потом вас баси скобаров очкам ушли пришел гитарист записал гитару ушел пришел вокалистцы спел все это сложили получилась пластинка слушать это невозможно ну возможно конечно мы все это слушаем и все все пластинки так и записываются в основном пример примерно так И деваться от этого некуда Поэтому лучше обратиться в прошлое Когда люди играли настоящую музыку В студии Не искусственную Не искусственно сконструированную А вот пришли, сыграли и ушли Дальше на концерт Вот это настоящая музыка Настоящий рок-н-рол Так вот Бойс тут, конечно, Ринго Старт дал Переплюнув, может быть Потом этого не было уже Потом он уже немножко был в тени Но здесь он, по-моему, переплюнул И Леннана и Маккартни Своей подачей песни Бойс В двух песнях Харрисон отличился Еще не нежным голосом Еще таким вполне мужицким Хотя он был самым молодым Подростком практически Практически Но спел он как-то по-мужицки это все Так получилось Наверное, гормоны в нем взыграли Ну, что еще сказать Синглы были записаны ранее Например, Плесплизме песня Она по звучанию отличается, конечно От того, что было сделано в феврале В студии EMI Она выходила уже синглом Раньше так же, как и Love Meadow И они по звучанию выделяются Выделяются вот этой студийностью уже Что тоже хорошо Потому что они чистенько Все сделано Но они чуть-чуть искусственны Зато все остальное молотится так Что, ребята, я не знаю Это просто Настоящий рок-н-ролл И таких пластинок мало Уж поверьте мне, я слушал много Видел много Таких альбомов Мало их по пальцам пересчитать Поэтому Плесплизме Я беру с собой На необитаемый остров Чтобы кто не говорил Про примитив Я что-то слышал Здесь примитива Здесь до примитива Как до луны Попробуй так спой Сыграй Вживую Попробуй придумай Такие песни А песни, кстати Тут тоже не все так просто Потому что песни писались Лену и Маккартне С расчетом на публику Это тот период еще Когда они просчитывали Будет это популярно Или не будет это популярно Ничего плохого в этом нет Талант не скроешь Да, бороду сбрить можно А талантище-то куда девать Талантище пер Все равно Хоть песни и выстроенные И просчитаны И продуманы С тем, чтобы Публика их слушала Они все равно талантливы Даже, я бы сказал Гениальны А то, что Джордж Мартин Собрал из говна и палок Группу Это полная чушь Джордж Мартин был Так же поражен, как и я Так же, как и все бетломаны С открытым льтом Стоял в клубе каверн Смотрел на эту группу И сказал, что это надо делать Пошел пить Пока